Добрый день вашему вниманию представляется процесс монтажа оконного приточного устройства фирмы AERECO значит с чего состоит сам комплект комплект состоит из наружной планки которая вот с решеточкой крепится с наружной стороны окна из внутренней планочки которую кстати вот можно ставить либо таким образом кверху вот это где палец вверх либо вот либо менять вот таким образом ставить вот таким то есть если мы ставим таким образом то про поточный или приточного устройства будет значит воздух будет снаружи заходить вертикально вверх если поставить таким образом то он будет заходить под углом вот здесь виден угол вправо направлен то есть вот под таким углом то есть в зависимости от того как вы хотите либо чтобы вертикально ну если сверху откосы естественно широкий то лучше ставить под наклоном чем вертикально чтобы сверху не было образование конденсата вот мы также будем устанавливать вот таким образом то есть под наклоном вот то есть что делаем сначала сначала размечаем делаем разметку мы ставим на балконную дверь поэтому лучше ставить такие приточные устройства на съемные то есть ну на открывающиеся допустим двери или окна чем на стандартные значит которые не открываются так как в середине находится таких устройств находится значит там металлический профиль и его придется сверлить потом то есть установка возможно но будет иметь ряд существенных трудностей стоит профиль его нужно будет значит в нем в нем делается паз по по ширине значит этого устройства затем либо ставится специально втулка которая в комплект также фирма Айрека предоставляет либо значит и в обязательном порядке сверху и снизу под вот этим значит планкой нужно будет пройтись изоляционная пенка для того чтобы не образовался конденсат и чтобы не гулял воздух уже непосредственно по всему профилю значит окна или двери и так далее вот поэтому мы будем устанавливать на на балконной двери значит для этого делается разметка посередине балконной двери и сначала значит примонтируется планочка на саморезы затем в ней будут делаться отверстия вот в этой части отверстия делаются сверлом диаметром 10 или 8 миллиметров то есть вот в этих частях делается в паз делаются отверстия вот в промышленности как правило делаются сквозные отверстия то есть можно заказать если вы на фирме заказываете непосредственно окно или дверь и так далее с приточным устройством оконным то вам сразу сделается паз значит ну в данном в нашем случае то есть мы уже устанавливаем его так сказать по факту паза нет в таких случаях рекомендуется делать в домашних условиях рекомендуется делать обычное отверстие сверлом диаметром 10 миллиметров чем чаще их сделаете тем значит больше поток воздуха естественно будет проходить через ваше приточное оконное устройство для чего оно необходимо ну во первых в предыдущей части которая будет перед этим роликом будет подробно рассказано для чего необходимо приточное оконное устройство и как и какие виды и какие плюсы их и минусы в данном случае идет монтаж так что ищите еще одну часть в которой будет обо всем подробно рассказано сейчас как уже говорил будем делать монтаж итак закрепили планочку вот с одним саморезом вторым саморезом вот вот она крепится сверху по торцу заподлицо с профилем двери вот и значит с двух сторон закрепили и вот покажу значит вот берется ставится сверло вот вот показано надеюсь и сверло и вот происходит и вот непосредственно идет сверление отверстий наискось с двух сторон как можно чаще ну вот хочу вам показать что получается когда делать отверстие диаметром 10 миллиметров дрелью или шуруповертом или еще каким-то инструментом вот я вот вот в этой планочки значит три секции одна вторая третья с ребрышками да чтобы она не гуляла вот получается сделал шесть отверстий тут тут средняя сейчас большая вот больше отверстий здесь все пять получилось но это и принципиально можно их в будущем будет рассверлить если не будет хватать потока воздуха вот значит вот даже вот сейчас вот если закрыть дверь то уже чувствуется вот под нашу руку и чувствуется поток воздуха идет то есть дверь в принципе уже стала не герметичная но еще с наружной стороны нужно будет сделать отверстие значит теперь теперь нужно зачистить с этой стороны отверстие либо открутить планку от саморезов и почистить либо так взять какой-то тонкий инструмент и прочистить отверстие чтобы нигде не было мусора так теперь отдельно о наружной стороне значит для наружной стороны как и я уже вам показывал используется вот такая вот такая значит пластинка вот с такой решеткой которая имеет определенную ширину толщину и так далее ну вот смотрите значит у нас балкон уже был обшит естественно если вот по ширине ставить то видно что чуть-чуть не доходит ну ничего страшного вот значит поэтому что мы делаем мы берем я взял здесь значит также разметил посередине балкона ну чтобы соответственно совпадали отверстие с наружной и внутренней стороны вот сделал отметку наружного края потом отверстие ну вот если так приложить да вот тут четко видно отверстие сделал вот по решетке две метки на профиле балкона и сделал отверстие диаметром 8 миллиметров ну и с этой стороны также вот и вот видно у кладется решетка и где сделались отверстия диаметром 8 миллиметров Так как 10 мм я с этой стороны уже не могу сделать Но я думаю, что ничего страшного Перепад давления будет И будет идти свежий воздух Вот с наружной стороны сначала делаем отверстия Размечаем Потом вешаем Прикрепляем решетку на саморезы Итак Отверстия мы здесь уже вычистили Снаружи Вот так выглядит с этой стороны Вот отверстия наши Вот Теперь прикручиваем Наружную Решетку на саморезы Итак Наружная решетка прикручена Вот она Самой сеточкой вниз Вот решетка Хочу сказать по поводу саморезов Хотя в инструкции написано Используя саморезы длиной 35 мм Но я использую все саморезы Длиной 30 мм И вижу, что их вполне достаточно Даже вот если здесь видно Вот 30 мм саморез Немножко вылез из профиля На пару мм Так что вполне достаточно 30 мм саморезов И так Решетку установили снаружи И не забываем поставить Заглушки с одной стороны И С другой стороны Чтобы было Красиво Вот так выглядит Наш Наши изделия С наружной стороны Вот там видны Отверстия Через которые попадается воздух При закрытой Двери балкона И так Теперь устанавливаем Наше изделие С внутренней стороны Значит Я заметил Такую особенность Значит Сначала нужно Его закрепить Снизу И защелкнуть Сверху Если вы будете Поставить сначала Сверху И будете защелкивать Снизу То у вас Ничего не получится Поэтому необходимо Ставим снизу его В пазы Ставим снизу В пазики И защелкиваем Сверху Значит Данный поточный Оконно-проточное Оконно-проточное устройство Имеет Также Рычажок Который Регулирует Поток воздуха Если он находится внизу Значит От максимального потока До минимального В автоматическом режиме Если мы переводим Рычажок вверх Вот Поднялась пластинка Это Минимальный Поток воздуха Который проходит Через Наше Оконное Поточное Оконное Устройство Вот Значит Как Как работает Вот там находятся Те отверстия Которые мы делали Вот Пластинка То есть Если В помещении Влажность Максимально Допустимая То Происходит Максимальный Поток воздуха Если Влажность В помещении Понижается Пластинка Идет вверх И перекрывает Доступ воздуха До Минимальных Значений И когда Допустим Начали готовить Или заниматься Спортом Или много людей И так далее И принимаете душ В общем Нужна Влажность В помещении Увеличивается Значит Соответственно Пластинка Идет вниз И поток воздуха Увеличивается Все У кого есть вопросы Задавайте их Будем рады Ответить Пока Пока